Всем привет! Вы на канале Сайбермен и сегодня мы расскажем вам много интересного. Вот уже целый год мы выпускаем каждый месяц новое видео и у нас накопилось очень много материала, который не менее интересен и достоин вашего внимания. И мы сделали большой спецвыпуск из интересного и не вошедшего в прошлое видео. Это гильза, с которой дали старт Сайбермен 2018. Я что, встанет? Ты в раю! Можно я выскажу? Вам не стыдно вообще? Сильно толстый, нет? Это жилеткий. Что во всем этом мероприятии тебя поражает больше? То, что им ехать 9000 километров или то, что стартовый взнос 23000 евро? Ааа, была вот так уже. High level. Кажется, с ноги оторвем. Дюрош, как настроить? Бой! Буду потихоньку бегать. Бесценно просто бегать. Он 300 рублей зажал. То есть бегуны они вот такие, да? Бегуны они вообще... А велосипедисты огонь. Как хорошо, что зрители не могут чувствовать запах. Ну, в среднем в одном котле выходит где-то порядка 90 порций. Я в завал попал? Мне кажется, я сломал ключицу. Давай, давай, давай! Тут будет делаться небольшой музей. Давай! Давай! В 2018 году, несомненно, самым ярким и интересным путешествием это была поездка в Астану, где мы выступали с моими друзьями и коллегами на Ironman. Это половина железной дистанции, которую впервые организовали на постсоветском пространстве. Я решил немножко добавить интриги и подарил своим коллегам участие в эстафетной команде. И причем перетусовал их по этапам так, чтобы каждому было максимально некомфортно. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Красноярское гетто в Астане. Серега, что здесь происходит? Я что, в Астане? Где? Ты в раю! Что происходит? Ну, как в раю? Вообще-то это видео про триатлон было, а не про извращенцы. Давай! Короче, триатлон классная тема. Мы приехали в Астану, чтобы поучаствовать в эстафете на Ironman Astana 73. Этот слот нам подарил Колян на Новый год. Сказал, чуваки, давайте, это будет круто. Я в этом и не сомневался. И он сделал из пловчихи бегунью, из бегуней пловчиху. Целых полгода мы не готовились. А вот это правда. И решили выжать из себя все, что мы можем. Вот это Катя, она в Айлавране суперспорте, курирует бегунов. И при этом ты плывешь. Это Лера, она курирует пловцов. И она бежит. И это Серега, он курирует весь пиар в кроссмарафоне. И он едет на велосипеде. Да. Как так, б***ь, вышло? Ну просто у меня единственное, у кого есть велосипед. У нее гидрик, а у нее трусы. Ну, по большому счету, наша задача просто финишировать. Получить от этого удовольствие, классные фотографии и медальки. На самом деле, я всегда, какой бы мы спорт ни делали, триатлон, бег, заплыв и так далее, я всегда хочу донести до людей одно. О том, что любительский спорт, это не обязательно ЗОЖ такой жесткий. Любительский спорт, это удовольствие, веселье и круто проведенное время. Ну и при этом это спорт. Это вряд ли, вообще вряд ли. Вообще у ребят, особенно у девочек, какая-то истеричная ухмылка. Как это так вообще, по-моему, на грани нервного срыва? Немножко, да. Чуть-чуть. Ну, потому что вы-то что, максимум можете сойти? А у нее сход, это значит, что она утонула. И это полный пи***ц. Тебя ненавидят два человека, понимаешь? То есть, если сходит Лера, как бы, ну ее тоже ненавидят. Да, у меня два человека. А если я, то сколько человек? То вы меня все равно любите, да? О, классно, да, нормально. Команда, 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 команда. Мы типа желаем вам удачи. Не я, конечно, но все телезрители. И мы так перенесемся на после финиша, на, как это будет, бухач, да? Где вы будете сидеть на этой же лавочке с пивом. И будете... Нет, нет, коньяком, шампанским. Мы будем мешать. Ну и, короче, это вот так вот. Ну что, ребята, вы сделали это? Да! Истерички! Да! Я понимаю, если ты одинокая, молодая, незамужняя, езжай на Айрон. Я, кстати, подумал про это утром. Потому что здесь либо атлетично сложные мужики, либо богатые, либо атлетически сложные, богатые мужики. Самая офигенная. Прекрасная аудитория. В общем, мы все провели клевое время, финишировали на своих дистанциях, получили массу удовольствия от этого мероприятия, от этой поездки. В этом году, в 2019-м, мы повторим и поедем еще большей компанией и сделаем каждой свою гонку. Присоединяйтесь к нам. Поехали дальше. Раз в год у меня есть событие, которое заставляет меня очень сильно нервничать, очень мало спать и совсем не тренироваться. Это, конечно же, наш главный старт. Кроссмарафон Жара. Я хочу вам показать экспо-кроссмарафон Жара, потому что считаю, что именно с него начинается спортивное мероприятие. Как с вешалки, посещение в театр, так и со спортивной выставки начинается эмоциональный фон участника, который приехал на наш забег. Коль! Короче, Оля, ну, жена твоя, попросила снять для нее вот этот контент, потому что в последнее время она редко видит тебя дома, а без штанов так вообще давно не видела. Я и в личку потом пошлю. Мы сейчас идем на экспо нашего самого главного спортивного события, кроссмарафон Жара. Я сейчас спрячу бейдж, чтобы люди думали, что я простой обычный участник. И посмотрим, как они будут приветствовать или не будут приветствовать. Меня как участника. Приветствую участникам забегал! Помогите! Поднимаемся на третий этаж, где, собственно, располагается экспо нашего главного старта, кроссмарафон Жара. Сейчас я вам покажу, расскажу, как оно у нас оформлено, что у нас там есть и зачем вообще сюда прийти. Здравствуйте! Ну, все начинается вот с этого экрана. Здесь встать. Давай найдем, где здесь мои дети. Ой, простите. Смотри. Трегулов Дмитрий, Трегулов Сергей. А ты где? А я не бегу. Я не тренируюсь. Вот так выглядит наш офис последние два дня, потому что... Ну, потому что... Да. Пойдем дальше, снимать экспо. Здесь у нас зона релакса. Там бесплатно люди массажируются в креслах. Вот здесь у нас происходит выдача номеров. Самые важные волонтеры сидят найти отметку. Так, ты отвечаешь за детей? Да. Окей, у тебя кто? У тебя слабаки, которые бегут 5 километров. Да, мне это было. Так. На 10-ти никого нет. Да, правильно, чуть 10 километров бегать ни туда, ни сюда. Ни 5, ни 21. А у тебя, ну, реально сумасшедшие, которые вот увлеченные бегом, да? Серьезно. Ну и что, как они? У них такие глаза бешеные, ненормальные. За это посадить. Мои друзья, ходят по экспо уже четвертый день. Так. Несмотря на то, что работает он и второй. Им здесь так нравится, что никто выгнать не может. Вот ты получил стартовый пакет. Вот он выглядит примерно вот так. Вот здесь очень важная вещь. А ступенька. И она действительно там. И здесь происходит выдача футбола. Смотрим. Опа-ц. Вот смотри, происходит примерно. Наглядные, наглядные посадки. Так, подожди, давай оценим. Оценим. Пузо. Ну, короче, ты на сколько заявился? На 10. Не, ну, десятку ты этот поезд донесешь. Да. Да. Но больше не рекомендуется. У тебя две полоски. Боже мой. Капец. Когда мне жена две полоски показала, я посидел. Периодически у волонтеров заканчивается батарейка. И мы их ставим на зарядку. Вот. Они прям садятся на кресло и подзаряжаются. Потом снова 14-часовая смена. Это правда. Коля, сколько слотов на забеге в этом году выкуплено? Детский забег 500 мест, пятерка 400 мест, десятка 300 и полумарфон 630 мест. Итого движуха будет почти по 2000 участников. Да, по 1900 человек будет. Веселье и праздник это не только сам забег, но и экспо. Дни, которые проходят как раз перед забегом. Тут можно клево потусоваться, можно познакомиться с другими бегунами. Можно попробовать всякие разные услуги, сервисы, которые вам пригодятся. И мы уделяем огромное количество внимания, сил и денег тому, чтобы у бегунов начался праздник уже за день до старта. Слушай, ну а то, что ты за сутки до главного забега валяешься в кресле массажном, это хороший знак? Да, это значит, что все хорошо и даже очень. Кажется, с ноги оторвет. Они не рассчитаны на таких красконожек, как я. Сервис, сервис. Короче, если что, если что, так как это видео, возможно, попадет на YouTube, им есть 18 лет. Им есть 18 лет. Да, да, да. Мы не используем детского труда. А я не ем сладкое. Это были твои рабы? Меня больше интересует, где они взяли деньги на рулеты. Поэтому, если вы не знали о том, что у кроссмарафона Жара существует тэкспо, теперь вы знаете. И в следующем году обязательно приходите на него, там будет еще круче. В России проходит одно уникальнейшее соревнование, которое очень сильно меня привлекает и при этом очень сильно пугает. Это транссибирская велосипедная гонка Red Bull. Участники стартуют в Москве и финишируют во Владивостоке. Едут каждый день от 300 до 1400 километров. Это ужасно. Я хорошо знаком с директором этой гонки, Паул Брук, австриец. Несмотря на то, что он не из России, но очень любит нашу страну и сделал такую большую и клевую гонку. Каждый год они заезжают в Красноярске. Мы всегда стараемся поддержать их и обязательно проводить на следующий день, когда они уезжают дальше в сторону Владивостока. Что происходит в Красноярске? Вчера половина Ironman сделали. Там люди, короче, тренируются, бегать учатся. Это, правда, в основном на травке валяется, но тем не менее. Тут какие-то сумасшедшие едут на великах через всю Россию. Мы почему-то все в обтягивающем. Что вообще происходит? Что во всем этом мероприятии тебя поражает больше? То, что им ехать, сколько тысяч километров? 9. 9 тысяч километров? Или то, что стартовый взнос 23 тысячи евро? Да, неплохое соревнование. Один раз провел весь год, потом тренируешься, ничего не делаешь. Не скоро я буду участвовать в этой гонке. Понятно. Миш, будешь спонсором? Я? Да, у меня есть тысяча евро, я готов кинуться. Надо 22 еще. Потому что надо посмотреть, у меня с собой рублей 700 было. Нам на 50 километров хватит проехать. Москва-Владивосток на велике, вот гонка, да? Даже, наверное, по сравнению с Сайбером это совсем жестко. Да ну что, это туризм. Едешь, отдыхаешь, комаров кормишь на трассе. Я как-нибудь проеду обязательно, но не за 23 тысячи евро. А мне предлагали за десятку. Три года назад. Мне очень нравится эта гонка, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу принять в ней участие. Теперь давайте поговорим о другой, не менее сумасшедшей гонке, но которую уже организуем мы. Это, конечно же, наш ультра-триатлон Сайбермен. Гонка состоит из трех этапов и длится три дня. Но на самом деле у нас есть четвертый день, который мы даже прописываем в регламенте. И обязательно приглашаем туда всех участников. Как участники проводят свой четвертый день и что они там делают, давайте посмотрим в этом сюжете. Коль, объясни, пожалуйста, почему все бухают. Не понимаю. Нам надо с собой решить. Это гильза, с которой дали старт Сайбермен 2018. Мы хотели подарить победителю, но он уже в Казани делает половинку. А, тогда аукцион. О, давай имениннику. У него же день рождения все. Давай. Где нападок? Давай. Так, пошли. Уникальный случай. Человек попытался застрелиться. Неудачно, а гильза осталась. И сегодня мы ее дарим им. Да, дарим Андрею гильзу, с которой мы дали старт третьего Сайбермена в 2018 году. Так как у него сегодня день рождения, то это будет для него символичный подарок. Он сам решил что-то сделать, но мы сказали, что ее надо повесить на шею, как делать. Сегодня же как раз день военно-морского флота. Символично. У меня уже день началось. Ну как, банька ценой 50 тысяч? А, бывало дороже. Вот как, вот ни за какие деньги. Ну, вы знаете, в кроссовках вы, конечно, спортсмены, но в сланцах вы больше на инвалидов похожи. Ну вы, парни, еле-еле в лимит уложились, я вам скажу. А ты был Сайбермен. Коля, почему на Сайбермене все полуголые ходят? Ну да, не одетый. За это дисквал не полагается? А мы всех уже сняли. От международных и безумных соревнований давайте перейдем к местным забегам, в организации которых так или иначе мы участвуем. Коля, ты контролируешь, чтобы ведущий не ляпнул? Сейчас я буду ведущим. Расползался. Внимаем всем участникам. Сильно толстый, нет? Эти жилетки. Да. Ну ты похож на кунг-фу панду. Нормально, даже мило. Коля, новый виток твоей карьеры? Да, да, да. Это просто друзья с паркрана дали жилетку, любезно. Чтобы я сегодня лидера сопроводил красивый, яркий. И толстый. Надо себе, кстати, купить такие, да. Только черные, чтобы они стройнили. Сегодня проходит 15-й традиционный полумарафон «Инчий батюшка». Организаторы «Краспорт». И мы выступаем здесь подрядчиками, организуя кронометраж, выдачу номеров, пункты питания, сопровождение лидеров, работу гардероба и все, что связано с результатами, конечной смс и так далее. Будут красивые медали. Медали, кстати, тоже делали мы. Вот, поэтому за них могу выручаться. Всем понравится. Коля, мы видим тебя на велосипеде. Я вот с тобой хотел серьезно обсудить этот вопрос. Помнишь «Пять дней ветра»? После него мы записывали с тобой интервью. Ты везде там говорил, ну вот, наконец, сейчас появится свободное время и можно будет, наконец-то, заниматься велоспортом. Хрена с два. Да. Это раз. И у меня такой концептуальный вопрос родился. Получается, когда какое-то крупное мероприятие ответственное проходит, на котором ты сильно загружен, ты думаешь, вот-вот-вот, сейчас-вот, сейчас появится время и начнешь тренироваться. И нифига. Появится окно, а окна нет. Но тут, на самом деле, несколько причин. Первое, конечно же, это лень и отсутствие мотивации. То есть, когда у тебя нет большой цели, даже если ты очень сильно хочешь тренироваться, у тебя это не получается. Ну вот смотри, люди находятся мотивацией даже в наших местных, ну вот бегунов, в местных стартах. Несей батюшка, жара, там еще что-то. Ну, неважно, много стартов. Для них это мотивация. Для тебя это обязательно, что-то должно быть какой-то глобальной. У тебя гигантомания, или что? Да, гигантомания. У меня психология такова, что меня может замотивировать только какой-то либо суперрезультат, либо недостижимый, по крайней мере, на тот момент, когда он мне пришел в голову. Я человек не процесса, а человек результата, поэтому меня процесс мало интересует, мне нужен результат. И этот результат должен быть для меня максимальным и высоким. High level. Смотри, какие классные медали. Давали? Да. В этом году. Страна должна знать своих героев. Расскажите эпическую историю про медаль. Да. Бежит такой человек без номера. Без номера. Финиширует. Мы ему надели медаль, значит. Ну мы такие, типа, где твой номер, чувак? Он говорит, я потерял его, потерял, ребят. Ну бывает, бывает. Ну все бывает, да. А тут Коля, короче, такой включается, какой твой номер? Он говорит, 345. Он такой, такого нет. Он говорит, 346, такого нет. Он говорит, ну 3045. Он говорит, такого нет. Я говорю, все, с***, все, нет медали. Так. Все. Ты жесткая. Он 300 рублей зажал. То есть бегуны, они вот такие, да? Бегуны, они вообще. А велосипедисты огонь. Да. Потому что у нас вообще медалей нет на велогонке. Ребята, короче, лайфхак. Если вы бежите без номера, ну возьмите вы хотя бы с собой косарь. Отдайте его, заберите медаль. Сколько стоил слот на... 300 рэ. 300 рэ хотя бы возьмите. Ну, будьте людьми. Во всем мире очень популярна паста пати перед или после забегов. В нашем же регионе очень популярна гречка пати, про которую вы сейчас посмотрите сюжет. Как идет процесс? Замечательно. Организаторы пригласили вас готовить кашу, а вы заодно еще и дым-машину бесплатно организовали на старте. Итак, рецепт. Высыпаем все, что есть. Самое дешевое в холодильнике, правильно? Нет, неправильно. Так. Это секрет фирмы. Как фирма называется? Фирма вообще самая смешная. При организации фирма называлась Светозвук. Но так получилось, что теперь фирма так и называется, а в основном варит, а не звучит. Ну почему? Ваша гречка это для кого-то свет в конце тоннеля. Хотелось бы в это верить. И гречка с тушенкой звучит отлично. Мне кажется, все правильное название, хорошее. Есть идиотские компании, которые вообще называются яблоко, представляете? Тоже бывает. Идиоты. Тут возникает вопрос. Это мы сейчас в политику ударяемся или в высокие технологии? У нас это, как это называется? Хай-тек-блок. Сколько готовится каша? От момента засыпания крупы каша готовится в среднем 32-45 минут. В зависимости от температуры. Два штуки, давайте, блядь. Как это быть рабовладельцем? О! А можно ли приготовить нормальную гречку с тушенкой, не закидываясь ягуаром? Это не ягуар. Это просто энергетик с водкой, да? И что, сколько готовите каши? Ну, в среднем в одном котле выходит где-то порядка 90 порций. То есть сейчас будет в первом заходе 350-360 штук. Но у нас на всякий случай есть два запастных котла. 300 участников плюс я, это нужно 301 порция. Ну и эти штуки по 400 жрут, вон видно по рожам. Тут вообще на самом деле своя прям наука и хитрости. Хотя казалось бы, да? Но, скажем, задача приготовить макароны по-флотски поставит вас в тупик, правильно? Нет. У нас в меню 36 позиций, начиная от ухи, солянки, борща и заканчивая компотами. А одновременно несколько можно? Можно, но количество порций упадет. Вообще, эта кухня модель КП-125 рассчитана на приготовление первого, второго и третьего... И компот! И компот! Так, вот извод кипятильник под кипяток. В нем, прямо же как в котле, можно варить компот. 200 литров кипятильника, ну точнее 178, скажем так. Предназначено для питания личного состава в полевых условиях до взвода включительно. Поэтому 125 порций первого, второго, третьего и компота только в путь. Мне кажется, с вами в поход классно ходить. Единственное, тащить ее тяжело на себе. Мы не привозим готового. Мы готовим на месте. Мы готовим как передвижная лавка. Потому что по городу на паровом двигателе ездить запрещено, да? Да, поэтому проблема в том, что иногда бывают люди приходят, ну что, вы уже приехали? Через 5 минут подойти, да? Минут через 40. И то после того, как вода закипит. Так, огнетушитель, отлично, все есть. Безопасность соблюдена. За исключением открывания банок. Спасибо вам тоже. За 6 лет, которым мы занимаемся организацией спортивных мероприятий, мы накопили огромный опыт. И самое главное, материально-техническую базу, которая позволяет нам провести любое беговое или велосипедное мероприятие на высочайшем уровне. Вот, например, еще один старт. Коля, прошло 2 недели с жары. Чего сегодня делаешь? Маленькую жару. Мини. Сегодня мы работаем в качестве подрядчиков. Организуем суперсудейство на одном из значимых беговых событий. Познай себя. Серега, что самое сложное при организации забегов? Это работа гардероба. Потому что нужно людям мало того, чтобы принять у них вещи, так еще почему-то отдать их потом. А еще главное, ты сейчас видишь, что люди сдают? И надо же удержаться от соблазна. От соблазна не забрать их потные носки. Где-то в провинции Гуанчжоу маленькие дети, незаконно используемые в качестве рабочей силы, колят свои маленькие пальчики, собирая все булавки по 4 штуки. Это хуже. Маленькие дети в Гуанчжоу собирают булавки по 12, а по 4 собирает Даша. Дальние дорожки возвращаемся, петлю не захватываем. Это так мало, друзья, что можно сделать, успеть за... Дюрош, как настрой? Да только прийти на старт, забеги. Не затопчешь сзади-то? Нет, я буду убегать. Выпустите по-настоящему быстрых бегунов вперед, они встали, загородили тут. Сейчас Коля продемонстрирует превосходство велосипедистов над бегунами. Три, два, один, поехали! Давайте дальше перейдем к виду спорта, который я сам очень сильно люблю и которым сам лично занимаюсь. Это велосипедный спорт. Каждый год мы проводим многодневную гонку себе велотур, которая проходит на юге Красноярского края, и там участвуют сильнейшие велосипедные гонщики со всего региона. Давайте посмотрим, как проходят настоящие велосипедные гонки. Давай, изобрази Курдюкова быстренько. Лидирующая группа приближается к финишу, им осталось около километра. Ставки сделаны, ставок больше нет. И кто? Я думаю, выиграет Антон Кудинов. Я тоже так думаю. Пошел развоз, вылетает Родионов. Родионов! Давай, давай, давай! Родионов, перемен, Кудинов! Не сыграла наша ставка, Коля. Я в завал попал, мне кажется, я сломал кучицу. Да ладно, прям сломал? Ну, может, трещина какая-нибудь. Что-то там много народу, говорят, завалилось, да? Да нет, упало-то человека, ну, может, три. Говорят, много. Остановилось много, но прям упало человека три, наверное. Вы-то как это шли? Я на вас наехал, если что. Если что, это был я. Пытался объехать, я прям вижу, думаю, упадет, не упадет. Упадет, вроде сначала не хотел падать. Да последний, думаю, ну, вроде не надо отрулить. И тут тык-тык-тык, пах! Это оп-оп, думаю, ну, ладно. Хотел как Саган, да? Не, перепрыгивать опасно, можно на звездочку потом приземлиться. Ну, ладно. А самую интересную, вообще, думаю, классно, завал, завал. КС-то, да? А тут триатлоны эти все там. В общем, скукота. Вообще. С Олег Суходолин приедет. Он вообще весь разорванный просто, руки, майки, все. А там можно, Олег, сядь, а? Да, не надо скакать. У тебя лицо прям бледное, сядь. Черт, спасибо. Я здесь, конечно. Жить будем? Будем, я думаю, доедем. Плохо, что разделку, видишь, как ехать. Олег, что вам в стационар носить? Помидоры, мандарины, апельсины, что предпочитать? Ну, сам же говоришь, что пиво. Вези меня сразу туда, где пиво. Ну, мы уж вас без пива-то не бросим, что? Что ж мы не люди? Что, завтра поедем? Поедем, конечно. Ну, он просто вот со мной поравнялся. Я остановил Родионов. Они двое потеряли, потому что ты увез. Ты видел? Я же не говорю, что он просто со мной поравнялся. Я говорю, рано. И тут Антоха выезжает. Я за Антохом. Он должен был за мной сесть. Короче, Родионов, у него всегда, каждый год одна тактика. Он рассказывает тебе, как ты выиграешь, а в итоге выигрывает сам. Это всегда одно и то же. Всегда одно и то же. Надо заснять исторический момент, ребят. Миша Герман влез в футболку, которую мы ему подарили три года назад. Начинай опять в нее не влазить, Коля. Минусинский слишком много вкусного и дешевого пива. Смотри, сегодня ты должен не опозорить эту футболку. Приехать предпоследний. Олег, у тебя в руке бриллианты? Да? Упал, очнулся. Слава богу, не гипс. Я буду сегодня ехать и снимать вас. Чтобы вы потом могли разбирать свои подвиги или поражения. Пойду сниму человека, который доминирует в вашем пилотоне. Меня? Ну, конечно. Надо же их вести всех. На всех фотофинишах, которые я снимаю, ты всегда в лидирующей пачке зафинишируешь, делая пацанов. Скажи, как так? А у меня тактика такая, сижу сзади, отдыхаю, а перед финишем их всех делаю. Как стандартный финишер, в общем, да? Да, в прошлом году научилась, что нужно так делать. Всю гонку ешь, главное кричать всем, я умираю, сил нет, я же девочка, да? А на финише... Как хорошо, что зрители не могут чувствовать запах. Женя, что это такое? Материн, что это такое? Какой он вонючий, фу. Ты просто, скорее всего, любишь массировать бритые ноги, да? Ну-ка посмотрим. Технички. В ящике из-под пила стоят бочки. Германы, вы уже группе-то организовали. Имейте совесть, а! Начался подъем. Сейчас вся группа будет рассыпаться. Пошел отрыв. Сольный отрыв. Давай, давай, молодец! И преследующая группа уже проигрывает ему около 30 секунд. Держанки. Это пилотон. Продогоняя фригера, проигрываем ему уже одну минуту. Одна минута! Терпи, терпи, встал за меня! Лидер гонки. Девил, давай! Десять метров обоставлено! Давай, давай, давай! Женя, давай, давай! Давай, давай, давай! Красавцы! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Ну че, расскажи. Дико. Как оно? Жив? Понравилось? Просто лук соседают. У них встают, у них 30. Хорош! Доктор! О! Грибы! Подберезовики, судя по всему. Туберкулезные, походу! Ну и что, кто в вашем противостоянии сегодня победил? Да какой-то пацан 13-летний. Это понятно. А в категории 90+. Нет, в категории Германы. Кстати, в натуре здесь же нет 90+. Да, ну вот вы. Отлично. Ну пошел тут. Я не могу! Я не могу! Ты точно так же отдыхал? Вчера или позавчера? Когда? А? Ну-ка, признайся. Давай! От организации наших спортивных мероприятий и участия других людей в наших забегах я бы хотел перейти к своей подготовке и к своим планам на 2019 год. И начнем мы с этого видео. Вы когда-нибудь срывали стоп-кран в поезде? Мне кажется, что я делаю регулярно это раза два-три в год в последние пару лет. Объясню, что это значит. Это значит, что ты поставил себе какую-то спортивную цель, тренируешься, готовишься системно к ней. Как только эта цель заканчивается, неважно, выполнил ты ее, не выполнил, после этого наступает абсолютное равнодушие к занятиям спорта. Пока ты не придумаешь себе новую какую-то безумную цель. Так вот, промежуток между тем, как закончилась старая и наступила новая, может иногда затянуться. И если он затянулся хотя бы больше двух недель, то считай, вы срываете стоп-кран и начинаете тренироваться заново. Что я сейчас и начну делать? Возьму кроссовки. Вот у меня здесь, смотрите, кроссовки. Вот туфли и сланцы есть. И начну бегать. Вообще, конечно, бегать я вообще не хочу, но я понимаю, что кататься на велосипеде у меня сейчас просто нет на это времени. И я точно знаю, когда это отговорки, а когда точно нет времени. Вот я сейчас нахожусь в таком состоянии, что у меня точно нет времени. Поэтому хотя бы надо бегать, потому что на велосипеде для тренировки тебе нужно ну, минимум, часа-полтора, а то и два. Меньше просто нет смысла тренироваться. А на бегу может за 30 минут так ухряпаться, что будешь потом весь день свободен. Поэтому пока нет времени на велотренировки, буду потихоньку бегать. Бесцельно просто бегать, чтобы немножко себя привести в форму. Потому что срывать этот стоп-кран просто достало уже. Как вы поняли уже из этого видео, я не могу заниматься без большой и крупной цели, системной и регулярной. Именно поэтому в 2019 году мы зарегистрировались с Сергеем Хазовым на многодневную велогонку Transalp, которая пройдет в конце июня в Европе. И это будет моя самая главная спортивная цель на этот сезон. И именно про нее мы будем снимать большую часть наших видео. В 2015 году мы уже участвовали в этом соревновании. И у нас есть даже подробное видео, где мы рассказываем про то, как мы это делали, какие были трудности, сложности и чего было прикольного на этой гонке. Поэтому ссылку в описании добавим. Посмотрите, если вам интересно. И напоследок я вам хочу показать самый любимый материал лично для меня, который не вошел ни в один из выпусков. Это материал про детскую велосипедную секцию в городе Абакани. Мы съездили туда в гости к нашим друзьям, посмотрели, как у них все организовано, кто у них занимается и как они поднимают с колен велоспорт в Хакасии. У тебя на лице детская улыбка. А это значит, где мы? Это значит, мы на родине Хакасского велоспорта в селе Подсиние. Куда идем, Коля? Последи Велатрек с ними. Вот здесь они заасфортировали круг 400-метровый. Это единственное в нашем регионе, в Красноярском крае Хакасии, место, где хоть как-то, ну не хоть как-то, а где... Где есть велосекция, да. Да, где есть детский велоспорт, так ведь получается. Ну, по сути, где есть в принципе велоспорт. Ну вот, село Подсиние и если я на Горск, это все в Хакасии. Вот он, Велатрек, домашняя арена в секции Подсиние. Вот здесь они делают легкие тренировки какие-то и на закатку, чтобы на дорогу не выезжать, они сюда приходят и... Спринты тренируют? Возможно, спринты, да. Сегодня у них сказали 7 часов закатка после гонки. Да, видишь, контр-уклон такой есть небольшой. Ну, расскажи про человека, который к нам приближается. Сергей Бяков, бывшим профессиональным велосипедист, ныне директор спортшколы. Я думаю, именно по его инициативе здесь началась движуха. У него энергии много, велоспорт любит. Да, да, да. Не восстановим. Ну, рассказывайте, показывайте нам. Сейчас, сейчас, сейчас. Труси вот кто-то забыл. Это бывает, что? Во. Комната пыток. Заходите. Горяду. Опа. А там же, это чтобы враги не прознали, что тут все так четко, да? Там такой вход невзрачный. Это прошлый век. Да. Это мы восстановили вот только. Это туда с туалета кипятить не сделали. Не, ну чистенько. Ну, не так. Пахнет витаминками. Витаминками нету у нас. У нас только на чай едет. Сейчас бы мячик пишут, да? Да. Здесь вот у нас они качкуются. Такой зачик тренажерный. Ляшки качают, да, здесь? Ну, да. Здесь у нас такой каминный зачик, что называется. Столовая? Нет. Тут собрание проходит. Тут люлей получают, да? Ну, сейчас уже меньше, конечно, но получали. Похоже, как в Игре Престолов, по-моему, узнал такой. Которым всех убили, помнишь, во втором или третьем сезоне? Да, да. Тут будет делаться небольшой музей велосипедного спорта. Это команда Хакасии во Франции. Мы жили. Бягов, Яркин, Толя, олимпийский чемпион. Серега Гаврилов, тоже олимпийский. Я, я. Серега Гаврилов, рекордсмен мира. Перед Олимпиадой в Тарагоне мы ехали, в Испанию, тур Тарагона. Это чемпион мира, Шеремет Попков, тоже на треке чемпион мира. Паша Танков. Ну, его знаем, да? Да. Олег Половников. Слышали? Нет. Чемпион мира тоже. Это я стою. Это Сухарь стоит. Понятно, Сухарь чемпион, олимпийский чемпион. Здесь в центре олимпийской подготовки России был. Два. То есть Куйбыш и Бакам. Сборная команда, уверенно, вы его вытучили два года подряд. Обладатель приза Горного Короля Горниковой Майя Сергея Бякова. Ой, ептой я. Горным королем были? Блин, в два раза там. По горам валял. То есть вы горником были, да? Ну, я такой универсал был. Я мог и финишнуть, и разделку проехать. Ну, гора, конечно. Что, я худой был. Ну, вот, посмотри. Здесь основная база была. Вот той команде, которую сейчас я показываю. О, приехали, чемпионы. Ну, что, как? По кайфу. Сейчас смотрю, он, по-моему, еще полкишок надо сегодня. Ха-ха-ха, зацепить. А, ну, это тут день рождения можно праздновать. Нет, тут у нас бойцы все, вот они, у них перед днем отдыха баня. Они парятся, купаются, чай пьют. Это их восстановительный центр. Ну, кухонка, она как дома. Состояние, конечно, чуть не дошло, но все выпирается. Тут, куда не тронется, все, миллионы. Ну, поаккуратнее, то он начнет плавать еще триатлоном, не дай бог, его увлекутся. Нет, мы триатлонисты не любим, ну, как мы их любим, но нам не надо наших пацанов триатлон переманивать. Все на вас 50 ненавидят триатлонисты. Понимаю. Нет, он классный вид спорта, но, блин. Ну, портит ноги. Да все портит, венерную систему, по-моему, ноги. Ну, классно, банька-то вообще огонь. Спонсоры сделали, без денег. И вообще у нас все беспорта. Ни с кого денег, ни за что не берем. Ну, а сами-то катаетесь, нет? Ну, в этом году, да. 80-40, и все, хватит. Да я накатался, честно. Это вот мы тур Аргентины ехали, прилетели в Аргентину. Выиграли ее полностью. Этот тур Уругвай я руку сломал. На втором этапе доехал гонку. Трещина была. Ну, ехать надо. Ну, а что? В советское время ноги брили в велогонке? Да. Тоже брили? И руки тоже. Тоже Франция. Это чертак на Франции с пивом. Безалкогольный почему? Заработали бабла на одной гонке, поехали пиво купили. Оно оказалось безалкогольным? Дубарили, дубарили. Что-то не вперед или чертак. А мы все деньги туда. Ну, потом цель поставили, надо еще одну гонку выиграть. Ну, расскажите, сколько в среднем вы в день накатывали? Когда тренировали? Самое большое было. Коля, может тебе, чтобы на следующий год цели выполнить свои спортивные, спешные? Не открыть секцию? Не открыть секцию. Может быть нам в Подсиние на полгода переехать? Натренируемся. Да, я может тогда Маклакову с Мясником его бьеду. Ну и что, пацаны, как вы попали в секцию? Нафига вам она надо? Меня он позвал. А меня друг позвал. Кирилл Пайдалов. Кто это, друг? Да, покажи. Дожди, то есть есть какой-то изначально виноватый? Нет, ну сегодня вы красавцы, конечно. Да, все всегда начинается одинаково, Миша, в велосекциях. Тебе хочется кататься на велике, а у тебя нет велика. И тут появляется друг и говорит, а я-то записался в секцию, там дают велосипеды домой. И все. Вот так все и начинается, потом 5 лет, короче, тренируешься, чтобы тебе велик на дом выдали, а не на базе оставляли. Сколько вы занимаетесь с пацаном уже? В третий год. Я второй. Что, было желание бросить? Да. Сегодня раз десять, да? И не раз. Вчера было такое. Ты когда уже едешь, когда уже синий, когда уже прям вообще... Фонарь. Думаешь, что это делать? Нафиг это надо. Один раз я, короче, ехал в групповую гонку в Хабаровске. И там было две гонки, групповая гонка и разделка. Мне было лет, наверное, 16 где-то, может 15. Короче, я был младше себе всех. Это был первый выезд, я вообще на что не рассчитывал. Еду, мне еще очково в группе ехать. Я еду сзади, в самом хвосте где-то. И оставалось километров, наверное, 15 до финиша дождь шел. А я еще сильнее отстаю, потому что мне страшно, там спуск резкий начался. Я отстаю, отстаю. И впереди кто-то падает. Падает третий человек в группе. То есть двое впереди откатились. Третий падает. Ложит вообще всю толпу. Прям вот вообще вся толпа легла. Кроме меня. Я сзади был, потому что метрах на 20 от них. Я его так по обочине обижаю. И как вжарил, вжарил, короче, и финишировал. Третье место. Ну, на зональном чемпионате России третий стал. Вот. Ну, там, конечно, последние 10 комментов я супер терпел, чтобы, ну, не догнала меня топачка злая. Ну, на следующий день, когда мы, там, на старт уходим, и там главный кто их, там, главный судья, главный тренер говорит. Вот вчера, говорит, парню повезло с Красноярска. Вовремя, говорит, отсиделся по хвостам. Но вы, говорит, больше никто не ездите по хвостам. Типа, потому что, вот как в первый день у нас завал произошел. Я прям знаю, ну, когда назад, отъезжаешь назад в группы, всегда, короче, быть готов. Готовь к тому, что ты в завале попадешь. Потому что, если не хочешь быть в завале, ты должен быть, там, ну, в первых, в топ-10 где-то человек. А все, что дальше, это вообще дикий риск сильно. Потому что, там, первый вильнул, второй сильнее вильнул, третий сильнее вильнул, и там, 20-й, это уже 10 метров будет у него, занос, и там все ляб. Поэтому, всегда, если, типа, ящи на победу, всегда в 3D должен болтаться. Нельзя вообще сзади никогда сидеть. Это место неудачник. Наш. Да, вчера, когда упали, все там, типа... Кстати, мы не попали в завал, мы были в километры, и вот раззади. Вы тоже тактику хорошую примените. Сейчас, короче, менеджер и тренер будут разбор полетов делать. Думаю объяснить, это гонка, и тут никто не виноват, что спица вылетела. Но тут же колесо поменяли, и поехали, все, вопросов нет. Это гонка. Бывает, рама ломается, падает, ломается рама, и что теперь? Завязывается с филоспортом в плечах. Можно я выскажусь? Вам не стыдно вообще? Приехали уважаемые люди, старички из Красноярска. Выиграть сегодня взяли и выиграли. Старых обижаете? Подожди, 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 я тут за них заступлюсь. Они вчера старые над нами издевались. Это же дети еще, что над ними издеваться? Мы вот злости набрали сегодня и порвали их. Пускай боятся. Что беги давай? Сейчас ко всем, вот как? Я считаю, что было совсем все четко. Нужно разбор и установку делать на итальянском, ну или французском. Тогда вообще они будут еще быстрее прогрессировать. Ну что, Коль, велоспорт жив, нет? Под синим, да. В Хакасе. Да, еще в Саиногорске филиал, да, мы забыли. Реально, в Абакане еще будет школа. У них будет 100 человек здесь кататься. Завтра вообще, ой, в следующем году сюда вообще приезжать смысла нет. Как это нет? Да как, будем по задамтам кататься. Не, ну там же дети будут Абаканских, вы с кем покататься. Ты же сам говорил, Коля, что ты будешь счастлив, если дети начнут вас обгонять. Да. Да как-то он говорил, пока детей не было. Сейчас дети появились. Я просто буду на техничке кататься и все. Да, пока. Это прикольнее. Чего не устают, да? Технички-то тоже. И все время будешь говорить, вот наше время. Вот так будешь начинать. Да, знаете. Спасибо вам, что целый год уделяете свое время и смотрите наше видео. Нам это действительно важно, видеть, что кому-то это нравится. Вы ставите свои лайки, пишите комментарии. Продолжайте это делать, потому что в будущем у нас запланировано много интересного. Мы будем показывать про мою подготовку. Про подготовку не только к Трансальпу, но и к веломарафону Кросспорт. Также мы вам покажем подготовку других ребят, которые решили проехать веломарафон Кросспорт первый раз. Думаю, будет это интересно. Ну и не забывайте, чтобы не пропустить наше новое видео, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчики. Обязательно напишите в комментарии, что из этого спецвыпуска вам понравилось больше всего. А мы прочитаем это все и сделаем выводы, чего нам нужно вставлять больше в наши влоги. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok